Добрый день, дорогие друзья! Я сегодня на даче. Какая-то мне досталась волосатая баранья нога. Я надеюсь, что я это все обрежу, чтобы сегодняшний плов, который я буду готовить, получился самым вкусным и по-настоящему ароматным. Поэтому я пришел на рынок, взял баранину, попросил снять с кости лопатку и косточки положил. Я говорю, не выбрасывайте, в пакетик не добавьте их, я буду их использовать. Взял кусочек курдюка, обычное растительное масло, морковь у меня красная, никакой там желтой, которую очень тяжело найти. Я все-таки, как вы уже поняли, традиционалист, но все время пытаюсь сделать что-то новомодное, рассказать вам свои мысли. Я не хочу переходить дорогу великому и могучему Сталику. Я буду делать плов, готовить и рассказывать о нем. Для вас, мои подписчики, я понимаю, что очень много роликов про плов, но каждый готовит со своим каким-то нюансом, со своим интересом, со своим каким-то советом, наблюдением. Я уверен, что сегодняшний плов будет шикарный. У меня есть вот такая печь, зухра, как вы уже смогли заметить на общем плане, что она выполнена как произведение искусства. И в то время, когда, ну, например, если убрать все вот эти колечки, сюда можно поставить казан, что, в общем, я сейчас собираюсь сделать. А когда там нет дров горящих, да, то ее можно использовать как тумбочку, как столик, как стульчик даже можно использовать. Но главное следите за температурой. Так вот, ссылка в описании. Делают ее наши сибирские ребят, мои почти что земляки. Компания называется ТМФ. Переходите по ссылке, посмотрите, они делают не только печи, но и делают камины, и еще много всего интересного. Поэтому велкам, они спонсоры сегодняшнего ролика. Оп. Красота. Надо разжечь все это. Для того, чтобы уже казан нагревался. Опа. Так, ну, пока что все горит. Погода в Москве, нынче, сами видите, я в куртке. Такая солнечная, но прохладная. Значит, все по самому простому сценарию. Смотрите. Вначале я сюда наливаю небольшое количество масла. Пусть оно нагревается. За это время я планирую нарезать курдюк. Масло нагревается. Я, например, всегда использую, не всегда использую хлопковое, но всегда использую растительное масло плюс курдюк. Если нет курдюка, то можно просто использовать масло. На рынке, когда вы выбираете курдюк, я всегда советую иметь лояльного, дружественного продавца. Тюркской группы желательно. Знаете, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан. Для того, чтобы он вам сказал, бери вот этот курдюк, вот этот не бери, потому что этот помоложе, этот повкуснее. Так сегодня и происходило на рынке у меня. Я ему говорю, а что ты мне даешь такой курдюк? А что вон тот? Он говорит, брат, тебе вот этот, давай, вот этот тебе будет вкуснее. Ты же плово будешь готовить, только баранина, баранина. Ну вот, ты возьми этот курдюк. Молоденький, говорит, вкусный, хороший. В масле топим курдюк. Вообще, есть масса вариантов и способов приготовления плова, начиная от количества риса, соотношения риса, морковки. Значит, кто-то говорит, есть классика, кто-то говорит, нет, не классика, кто-то говорит, там у нас в той области так готовят, в Казахстане так, в Узбекистане так, везде все по-разному готовят. Значит, мой близкий друг и уважаемый мною человек зовут его Хаким Ганиев. Он, соответственно, говорит, надо относиться к плову с душой. Тогда и плов будет получаться прекрасный. Так вот, значит, а пообщавшись с ним, пообщавшись с разными людьми, которые готовят плов, я за свою жизнь вывел некую там формулу, да, например, жира должно быть достаточно много, достаточно много. Не варить в жире, да, но хорошенечко вытапливать курдюк и использовать растительное или хлопковое масло, чтобы курдюк не так, знаете, на губах приставал. если это, например, зима, то вообще рекомендуется использовать только растительное масло, без курдюка. В баране не так чутка жира есть, поэтому, чтобы у вас на морозе не приставал. Значит, я считаю, что жира должно быть довольно много. Знаете, как потом рис приподнимаете, жир весь стекает, и во многих, значит, вот дружественных мне заведениях, люди, которые делают плов на продажу, делают его много и каждый день, рука набитая, я всегда с ними разговариваю, смотрю, у них довольно много жира, они говорят, слушай, ты жир-то не клади в порцию, когда вот ты отдаешь, да, но жир должен быть для того, чтобы вот это вот сочетание воды, чтобы рис не переваривался, чтобы был баланс. Смотрите, шкварки, значит, их любят очень определенные люди, ну, я имею в виду, что кто-то их любит, я их, например, лично не люблю, но всегда, знаете, не выжариваю в черноту для того, чтобы те, кто любит, могли их поесть. Их нужно в тарелочку, нужно обязательно посолить, чтобы их можно было потом есть. Вы знаете, я еще делаю так иногда, беру капельку лучка, так вот режу, и вот сюда добавляю для того, чтобы с луком эти греночки, ой, то есть шкварочки стали гораздо вкуснее. Представляете, здесь они до сих пор до сих пор жарятся сами в себе. Масло хорошо должно раскалиться вместе с курдючным жиром, да? У меня здесь нарезан лук, морковку я чуть позже нарежу, значит, я беру примерно из расчета такого. Килограмм мяса, килограмм морковки, килограмм риса и граммов где-то 400 лука, не килограмм. лук я нарезал полукольцами, старался делать одинаковые полукольца для того, чтобы, ну, более-менее равномерно он обжаривался. Конечно, вот эти вот мелкие части, которые в середине луковицы, они, конечно, будут немножко, там, значит, больше, обжариваться, но нужно стараться стремиться к тому, чтобы он обжаривался равномерно. Закидываю. О, правильная температура. Аромат такой шикарный. И вообще, на огне, когда готовишь, на огне получается плов в 100 тысяч раз вкуснее. За одним маленьким исключением. нужно тренироваться, потому что работа с огнем, с открытым, это всегда, знаете, такая, как бы это правильно сказать, лотерея, не лотерея. Нужно иметь опыт. Да, мясо я использую лопатку. На мой взгляд, это самое идеальное мясо для плова, потому что там есть и жилки, и мякоть. Задняя часть, задняя нога суховата, а лопатка самое-самое то. Не могу привыкнуть я к ножу пчак, есть он у меня. Не нравится он мне по своим, ну, знаете, по определенным причинам. Каждый повар любит в той или иной мере, нож привыкает к нему. Все, я рублю морковку. Кто-то чуть толще рубит, кто-то чуть тоньше. Я, знаете, приспособился вот на глаз. По сантиметрам я не могу сказать, ну, сколько здесь, наверное, сантиметров. Сантиметр на сантиметр примерно. Если мы нарежем морковку тонко, все знают, это, она развалится, превратится в кашу. Лук уже почти что распрощался со всем внутренним соком, да, но еще не стал коричневым, потому что, если станет коричневым, тогда нам нужно будет его спасать каким-то образом. Не знаю, кто-то там вынимает отдельно, кто-то еще что-то. Я никогда ничего не вынимаю. Мясо я нарезал крупными кусками, ну, вот такими, да. Это не крупные, кто-то скажет, это мелкие. Я же говорю, я приспособился к своему, так сказать, пониманию плова. Поэтому мясо нужно распределить так, чтобы мясо от стенки к середине сдвинуло лук. Вот таким образом. Шикарно. Мясо не трогаем, пока оно не нагреется. Да, лук у нас находится в середине, мясо с краю, все. Пусть оно прижарится, чуть-чуть даст, ну, получится колер. Как только мясо даст сок, смешается с луком и со всем остальным, колера уже не будет. Поэтому дайте ему спокойно пожариться. А лук в серединке себя чувствует прекрасно, потому что мясо его охлаждает, и оно, несмотря на кипение, не горит, лук не выгорает, а он томится. Главная цель, чтобы у нас он потом исчез полностью, да, уже при варке. Нам пора это все перемешивать, обжаривать со всех сторон. Именно в этот момент нужно подкидывать дрова, чтобы масло кипело, иначе мясо будет вариться, а не обжариваться. Пока не солим. Во-первых, потому что я рис подсаливал, во-вторых, зирвак чуть-чуть посолю, уже когда все вместе будет. И морковка, и вода. Вот смотрите, многие делают мясо до коричневых. Во-первых, у меня очень качественное мясо в том смысле, что когда я выбирал барана, смотрите, мясо белое, не красное, не черное. Не надо его делать, не надо его ужаривать вот в хлам. Мы получили колер местами, частями, на кусочках. он даст нам вкус хороший. А мясо все превращать в сухарь, потом заливать его водой и разваривать, это, на мой взгляд, не совсем то, что лично я пропагандирую. Так, вот теперь косточки. Морковка отправляется сюда. Вот интересно, по объему, да? По весу одинаково, а по объему морковки кажется, как будто в три раза больше, чем всего остального. А мясо просто тяжелое, морковка легкая, и от этого складывается такое обманчивое ощущение. Значит, морковка еще не стала мягкой, а чеснок уже пора закладывать, потому что у нас еще вода по плану. щепотку черной зиры, только щепотку. Соли немного, потому что у меня рис посолен. И сюда воду. Воды лью примерно полтора литра, да? Пол-литра сейчас куда-нибудь доденется, останется литр. Рис мы помним, рис килограмм, значит, воды примерно один к одному, да, должно быть, на килограмм риса литр воды. Соответственно, так как рис у нас залит водой и уже набрал в себя достаточное количество, то есть минут за 30-40, так ему проще готовиться. кости я отсюда выну, сейчас зирвак немножко проварится, чеснок чуть-чуть проварится, перец я потом, в самом конце. Морковка становится мягкой. Вываривать долго морковь я не планирую. И смотрите, нужно на что ориентир брать? Мясо. Значит, вот этот рис длиннозерный, варится довольно быстро, потому что в отличие от круглозерного, у него толщина рисинки другая. Можно использовать круглозерный, можно использовать крупный, среднезерный, так называемый. Рис варится 15 минут, поэтому я всегда говорю, достаньте мясо, попробуйте в каком оно состоянии, чтобы понять, когда пора кидать рис. Переварите морковь, будет у вас все в труху, старайтесь этого не делать, но так, чтобы мясо приготовилось полностью. Чеснок у меня большой, молодой, я его специально закинул вместе с водой, долго не варю, чтобы он не превратился в кашу. Сейчас я пробую мясо, понимаю, на какой стадии готовности оно, на нужной стадии готовности, пора отправлять сюда рис, и мясо будет как раз то, что нужно. Кости я выкидываю, вернее, вынимаю, никуда не выкидываю, я потом это все собачкам отдам, они мне уже не нужны. Теперь добавляю перец, кладу перец, вот теперь добавляю уже две щепотки зиры, да, забыл сказать, у меня основа основ, ферганский плов, который мне, например, нравится больше всего. Это же матрица, да, хотите использовать смесь специй для плова, которую продают на рынке, ну, вот спросите какого-нибудь узбека, вот они там в Ташкенте покупают смесь специй для плова, нет, конечно, только зира, там в праздничный плов, или еще значит в плов с птицей могут в зависимости от региона идти определенные добавки, барбарис, да, в какой-то добавляется, в ферганский добавляется только зира, лишнюю воду с риса я сливаю, рис сюда ссыпаем, распределяем рис, видите, куда еще воду лить, ее здесь так довольно много, поэтому пока что на сильном огне даем воде выпариться, значит, на килограмм риса вот водой заливаете, сейчас видно было, да, что полностью хорошенько промыли, одна столовая ложка соли, не больше, а здесь уже зирвак солите совсем чуть-чуть, чтобы только-только вкус, потому что рис соленый, он сюда еще заберет воду, соль эта разойдется, будет огонь, вот смотрите, вода ушла, ну, то есть выпарилась, есть еще немножко здесь, на всякий случай, знаете, для, так сказать, подстраховки, да, я сейчас дырочки сделаю, до дна, чтобы вода выпарилась быстрее, все, пора закрывать, там как раз углей уже нету, несмотря на кипение, я сейчас их распределю, так, чтобы там оставалось тепло, но низ не горел, рассчитывайте всегда температуру, вот, на убывание, значит, салат, который традиционно подают с пловом, как его только не называют, очичук, очичук, очук, ну, в общем, из томатов, очень тоненько, очень тоненько нарезаем лук, значит, кто-то нарезает, просто репчатый, кто-то нарезает и говорит, что, мол, надо только белый, потому что он сладкий, слушайте, вот, когда у вас на огороде вырос чудесный лук, молодой лук, нарезайте, томаты, все делают, как правило, с красными томатами, с ташкентскими, я увидел желтый, думаю, а я буду очичук-чичук делать с желтыми, и, соответственно, обязательно зеленый базилик, есть спорщики, которые начнут утверждать, и наверняка уже написали, что, мол, типа красный, красный же нужен, слушайте, я считаю лично, сам для себя, и использую, только зеленый, зеленый базилик, рвать не надо, резать не надо, порвить его руками, то же самое со всеми остальными частями этого блюда, томаты, лук, не забывайте про соль, аромат такой, что прям аж слюна брызжет, так, зеленый базилик, зеленым базиликом гораздо вкуснее, чем с красным, он имеет разную ароматику, вернее, они различную ароматику имеют, и тот, и другой, поэтому, мне нравится больше с зеленым, и желтый томат выглядит прикольнее, по вкусу, все то же самое, так, глядим, судя по звуку, там остатки жира всего прочего у нас шкварчат, я поддерживаю температуру внутри, видно, что некоторые рисинки у нас белые, и вот тут момент истины такой наступает, значит, вот эту часть верхнюю нужно всю сгрести к центру, и выстроить пирамидку, для того, чтобы верхний слой риса оказался внутри, в центре пирамидки, для доваривания, понимаете, он сам себя доварит, ничего страшного, если там торчит где-то морковка, мясо, еще что-то, все, у нас плов готов, нам нужно только лишь верхний слой риса допарить, все, закрываем на 15 минут, через 15 минут плов будет готов, чеснок, самое ценное в плове, да, рис нет, мяса нет, а чеснок, самое вкусное и самое главное, самое важное, давайте пока вот сюда поставим, один, второй, перчик, вот он, его тоже, пока что вы откладываем, все, теперь нужно, ура, ничего не пригорело, все, нужно, знаете, что здесь, смотрите, вообще ничего не пригорело, вот террас, скилз повышается с каждым, ну и печка еще, конечно, очень аккуратная, очень комфортная для приготовления, я подсушиваю, вот таким образом, смотрите, он, видите, довольно рассыпчатый, значит, при перемешивании ломается морковь, хотя, видите, я достаточно толсто нарезал, хорошо, и у меня хотя бы кусочки целые остались, потому что очень часто происходит такой феномен, морковь вся в труху, мяса здесь достаточно, и довольно много жира, что, в общем-то, делает его плов и рассыпчатым, и сочным, одновременно, все, мясо здесь, а я накладываю в тарелочку, плов готов, звучит, как стихотворение, а чик-чу-чук готов, ну что, пора пробовать, плов, конечно, самое любимое блюдо русского человека, вот где русская кухня, шучу, конечно, но это реально так, чеснок, как паштет, ложкой вынимается, мясо нежнейшее, не разваренное в тушенку, мм, да что-то говорить, салатиком закусываем, желаем друг другу приятного аппетита, я вам, а вы мне, пишите свои мысли по поводу плова, что вы добавляете из доп. ингредиентов, ну про нут понятно, барбарис понятно, может кто-то плов готовит с перепелкой, может кто-то со свининой, причем плов и со свининой, это, конечно, удар по всей мусульманской нации, представляете, взять плов и приготовить его со свининой, жесть, все, до свидания, приятного аппетита, конкулиция, минуты Sabbыхrue мы мы в д mettre Б м в